Бог по любви своей задумал нас для вечной жизни, для вечной жизни в любви с Богом. Он даровал нам образ свой, человеку. Не верьте тем учениям, которые мы столько слышали в безбожное советское время, что человек произошел от эволюционных зверей Дарвина, что мы все обезьяны в прошлом. Дорогие мои, нас учили, что мы бездушные, что у нас только физиологический мешок, набитый атомами и молекулами, и что в этом мешке только нервное отправление и больше ничего. Придет время, когда этот мешок разорвется, цепь атомов разомкнется, и все это высыпется в природу, в эту бездушную природу, откуда мы и пришли. Из небытия вновь уходим в бытие. Вот смысл нашего бытия. Вот мы чем начинены за время, безбожные братья. А ведь Россия не так жила от купели Днепра. Нет, она жила со Христом. Народ наш был богоносец, христоносец. А потом озверел, осатанел и стал разрушать и храмы, и монастыри, и все духовные. Дорогие мои, но Бог любит нас, терпит нас. Это только в советское время, как мы оскорбляли Бога. А если посмотреть на всю историю человечества, друзья мои, с того времени, как Каин убивает Авеля, вот этот ручеек крови течет, и все наполняется в великие реки братоубийственной крови. И эти реки впадают в океаны братоубийственной крови. Не верите? Посмотрите историю человечества. Посмотрите историю любого государства. Немного перемирия, и вновь война, и вновь брат убивает брата, Каин убивает Авеля. Этого мы не найдем, друзья мои. Мы как-то говорим, что человек-зверь. В зверя превращается. Да нет, не в зверя. Идите в тайгу, посмотрите. Тигр убивает тигра. Волк-волка. Нет. А человек-человека, сколько миллиардов мы друг друга убивали, братья, дорогие мои. Это что, зверь? Да нет же. Но это бесоподобное человечество. И даже убиваем и не едим. Но еще не дошли до этого. Друзья мои, это бесоподобие. А ведь Бог призвал нас к вечному совершенствованию. Не для того, чтобы вот есть и пить, а смех придет, подыхать будем. Нет, Он призвал нас к вечному совершенствованию. Вот что религия говорит, вот что Евангелие говорит, вот что сам Христос, который родился, а затем нам оставил эту вечную книгу. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте. А Отец наш Небесный бесконечно совершенны. Это абсолютная любовь, абсолютное добро, абсолютное милосердие. Правда вечная. Так если мы сыны Божии, если мы сыны неба и дочери, так если Бог у нас Отец, а Он есть Бог любви, так и мы должны быть любящими. Если Он море милосердия, и мы должны быть милосердны. Если Он абсолютное добро, и мы должны быть добрыми. А если Он, друзья мои, вечная истина, и мы должны искать эту вечную истину. Бог не познаваем, братья, нашим рассудком. Никогда. И не думайте, вот, говорите, докажите мне рассудком, что есть Бог, и я, и тогда я уверен. Да нет же. Подобное познается подобным. И рассудком у Бога никогда. Бог есть любовь. И познавать можно только любовью. У нас есть сердце. Сердце не это, которое перекачивает кровь, а сердце духовное. Образ Божий. Бог дал нам образ Божий. А знаете, цель и смысл нашего жития. Мы для чего живем? Неужели для того, чтобы соситик поесть сейчас, там чем-то запить и так далее, поспать, понежиться и все. И вот эта вот растительная жизнь, подобная животным? Нет. Человек имеет вечную душу. И прежде всего, как телу нужно питание телесное, так и душе нужно питание. А чем мы питаемся, друзья? Надо духовно питаться. Итак, братья, Бог создал нас для вечного совершенствования. Но мы не послушали Бога. Мы отвернулись от любви Божией и не стали идти, не стали совершенствоваться, преображаться. Мы, знаете, в лице наших первых людей, мы пошли, знаете, за кем? За темным духом, за сатаной, так называется, убийцем. Это ангел светлый был, прекрасный ангел в мире духовном, но он отпал от Бога, восстал. Он первый революционер, который, друзья мои, восстал против Бога. Первый революционер. Он был незверно вместе с своими последователями в этот мир вещественный. И он продолжает борьбу с Богом. Федор Михайлович Достоевский говорит, там в истории дьявол борется с Богом, а поле борьбы сердца человеческие. Вот оно. Вот эта борьба за нас, за тебя, за каждого из нас. Силы зла они борются. Они хотят на свою сторону нас привлечь и показать кулак Богу, вести борьбу. Они, он научил нас, мы пошли за ним, и он научил нас, этот первый революционер, совершать революции и строить вавилонские башни до небес. Знаете, что такое вавилонская башня? Когда хотели построить ее, но ее не построишь. Это значит построить до неба, свергнуть Бога с неба, и нам, мы боги. Нет Бога, кричим мы в революции, да? Мы боги. Старый мир разрушен. Какой старый? Божий. А новый построим. Да это бес, говорит, друзья мои. Тот, который восстал против Бога. Друзья мои, Бог не оставил человека отпадшего. Он любит нас больше, чем мы сами себя любим. И на протяжении всей истории человечества ветхозаветной, Он идет за нами, как евангельский отец с заблудным сыном в притче, помните? Он идет за нами на протяжении всей истории человечества, падшего человека, и говорит, сыни, дочь, дай мне твое сердце. Я хочу быть в центре твоем сердце. Я хочу жить в твоем сердце. Я хочу престол построить в твоем сердце. Я хочу быть смыслом и главным в твоей жизни. Главным. Выбросить все. Всех идолов. А я в центре должен быть. Так заповеди говорит. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем своим помышлением, всем своим разумением, всем своим существом. Полюби Бога. Вот первая заповедь. А потом и ближнего. Вот, друзья мои, Он любовь. Он хочет нас, чтобы мы вернулись к Нему. А мы, как плюшкины, натаскали в свое сердце, не вот это, которое перекачивает кровь, натаскали этих всяких идолов, всяких тряпок. Всего. Церковь не против вещей, конечно. Но когда мы с них идолов делаем, натаскали мы. И нет места для Бога в нашем сердце. Потому мы безбожники. Не потому, что мы не доказали Бога. Да нет. Его и не докажешь, и не опровергнешь. Друзья мои, сердцем. А в сердце нет места для Бога. Нет благодати. Вот если бы чуть-чуть благодать, голубочек белый такой, Дух Святой, коснулся нашего сердца, о, слезы бы палились. О, тогда мы бы кричали бы здесь на Светлановской. Да, братья, вы чего? Бог существует, а вы как будто вот так. А когда благодать уходит, то вроде бы и Бога нет. И вроде бы ты и атеист. Друзья мои, от того, что мы не по-главному живем, не со Христом и не во Христе, не с Богом, потому у нас и бедствие, все остальное. Федор Михайлович Достоевский, еще раз. Вот, там, в мире, если Бога нет, все мне дозволено. И вот эта вся дозволенность, если Бога нет, нет, тогда я Бог. Если Бога нет, а тут еще мне встречается Бог навстречу, да, человек. И тогда одна гадина перегрызает горло другой гадине, да, в этом самом произведении Достоевского, братья Карамазов. И тогда одна гадина перегрызает горло другой гадине, потому что мы все, все гады произошли из зверей Дарвина эволюционных. Вот о чем Достоевский говорит. Друзья мои, но Бог любит нас. Любит больше, чем мы сами себя любим. В Священном Писании говорится, если мать забудет дитя свое, возьмет из утробы, выбросит в мусорный ящик. Или в детские дома бросит, то я не забуду тебя. Если мать забудет дитя твое, мать, какая еще может быть любовь выше к мать-дитя, к детяти. А если она забудет, я не забуду тебя. И Он не забыл нас. В Священном Писании сам Господь говорит в Евангелии, в беседе с Никодимом. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на крест, на страдания, на пролитие крови, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот о чем говорит, друзья мои, Священное Писание. И Бог не оставил нас. Он на протяжении всего Ветхого Завета готовит к встрече. И вот долго Он стучит в двери грешного мира. А когда исполнилась полнота времен, тогда сама любовь пришла к нам. Двери открылись, и сама любовь пришла к нам в образе Бога-младенца. Великая тайна совершилась, друзья, непостижимая. Бог, мы были обречены на смерть вечную, но Бог принимает нашу природу, приходит к нам в утробе причистой Божией Матери. Хотя и святой, хотя и... Да, Он принимает нашу природу, нашу кровь, наше тело принимает и становится таким, как мы, кроме греха. Для чего? А для того, чтобы нас сделать таким, как Он. Бог сошел с неба, чтобы нас возвести на небо духовное. Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом по благодати. Мы должны быть богоподобными, как дитя. Если слушает мать отца, бабушку, то родители ему все больше и больше тепла дают, любви. И он становится похожим на родителей своих. Так вот, и мы должны, если будем любить Бога, Он будет давать нам эту благодать, силу жизненную, братцы, и мы будем постепенно похожи быть на Бога. Будем любящими, добрыми, милосердными, истинными и так далее. Вот, друзья, сама любовь пришла. И поэтому праздник Рождества Христова – это вход любви в наш мир. Сама любовь пришла и легла в виде Бога младенцев в яслях, в вонючих яслях для скота, потому что человечество, которое Господь призвал для вечности, для любви, не нашло даже хижины для того, чтобы Он родился на земле. И Он пришел не для того, чтобы нас, мы строили им коттеджицы, дворцы, нет. Он пришел для того, чтобы нам послужить. И в Евангелии Он говорит, я пришел не для того, чтобы вы Мне служили, чтобы бегали как рабы и слуги за Ним, а я пришел для того, чтобы вам послужить. И Он послужил, братья. Он прежде всего оставил нам Евангелие, Вечную Книгу. Но этого мало было. Нужна была жертва. Нужна была жертва за каждого из нас, за грехи всего, за всего мира. А ведь между Богом и миром, между человеком и Богом пропасть греха была за все века. Бог не войдет в наше сердце, если оно грешное. Если оно самолюбивое, тщеславное, гордое, надменное. Если Он наркоман, алкоголик, безнравственный распутник. Как может войти Бог в меня, вот в такого? Бог любви, добра, милосердия и правды. Да никак. Мы должны были исправиться. Но это не по нашим силам. И Бог любви приходит в этот мир и преодолевает эту пропасть. Берет на себя наши преступления. Он становится жертвой за нас. Он выпил наши грехи и преступления. Эту чашу. Чашу гефсимании. Чашу, переполненную нашими грехами. Выпил до дна за тебя, за каждого из нас, братья. Вот что сделал Христос в этом мире. И взяв этот крест, непосильный крест, пропитанный грехами всего человечества, Он понес на Долгофу, на этот всемирный жертвенник божественной любви. И там, братья дорогие мои, и там Он молился Отцу Небесному как бы так. Отче, прости им. Всему человечеству прости. Не они виноваты. Нет. Это Я. Взыщи с Меня все, что Ты хотел взыскать за них, от них за преступления. Взыщи с Меня. И Отец Небесный услышал эту молитву божественной и жертвенной любви. И взыскал с Него на Голгофе. Там Он перестарал нашими страданиями. Это мы должны были страдать вечно вдали от Бога. Но Он вместо нас. Там Он умер нашей смертью. Это мы должны были умереть вечно вдали от Бога. Но Он вместо нас. Вот что такое Голгофа. Вот для чего пришел Христос. Вот почему мы празднуем этот праздник любви. Сама любовь пришла и возлегла в яслях, братья дорогие мои, бифриемских. Мы празднуем этот праздник. Мы празднуем праздник любви. Мы празднуем праздник Богу явления. Бог явился во плоти, друзья. Это тайно, безусловно. Но этой тайне мы поклоняемся. Мы ее любим, друзья мои. Дай Бог, чтобы Христос, который так любит нас больше, чем мы сами себя любим. Дай Бог, чтобы Христос был в центре нашей жизни. Чтобы мы любили Его. Чтобы Он был самой дорогой жемчужиной для нас. Вот есть в Евангелии такая притча. Один купец узнал, что... А он ценитель красоты и богатый был. Он скупал ценные вещи, красивые. И вдруг услышал, что в мире где-то там за океанами жемчужина есть. Самая красивая вещь во всем мире. Все продал. Даже, может быть, занял денег, друзья мои. И поехал, купил ее. И стал обладателем этой ценности. И Господь говорит, это так в мире, в мире мирском, в этом вещественном. Так вот вы и в духовном мире. И щитить, прежде всего, Царствие Небесное. Самой дорогой жемчужиной – это Христос для нас, братья. Ради этой жемчужины. Да не пожалеем ни времени, ни, друзья мои, ни состояния. Ни здоровья не пожалеем. Все это временно пройдет. Но поменяем это все временное на вечное. На весах временного и вечного. Отдадим, братья, временное все для того, чтобы приобрести Христа. Вот так уходили в пустыню из царских палат для того, чтобы приобрести эту жемчужину. Многие аскеты, друзья мои, так и мы должны в силу нашей возможности приобретать Христа. Пусть Он живет в нашем сердце. С праздником Рождества я вас поздравляю, дорогие мои. Здоровья, крепости, сил в этом новом году. Пусть Христос будет в нашем сердце. Пусть этот год, Новый год, будет годом возвращения нашего от безбожия. Выбросим эти комплексы советские, безбожные. Не все было плохо в Советском, конечно, Союзе. Но вот эти комплексы безбожие выбросим из своего сердца. Мы же ведь живем. У нас еще гражданская война живет в наших сердцах. Живет она. Когда мы, конечно, примиримся и станем русскими, друзья мои, христианскими. Да, наша Родина начинается с купели. С купели Днепра. Тысячу лет наши предки несли в сердце своего Христа. Были богоносцы и христоносцами были. А земля наша называлась Святой Землей. Так пусть она будет всегда. С праздником вас! С праздником! С Рождеством! Спасибо! С Рождеством! Здоровья, крепости вам и сил! Помогай Бог!